Казахстан Лето в самом разгаре. Мы вновь отправляемся на поиски рыбного места. Рыбалка – занятие довольно увлекательное, но не всегда удается вернуться домой с уловом. Сегодня нас пригласили на берег озера, расположенного в Жамбульской области Казахстана. По рассказам бывалых рыбаков, клев на этом озере просто отменный. Чтобы попасть на утренний клев, мы решили выехать ночью. Недолгие сборы и два автомобиля, освещая фарами путь, выехали по направлению к городу Балхаш. 230 километров трассы нам удалось преодолеть за три часа. На рассвете автомобили свернули на грунтовку. Пробираясь по лабиринту накатанных степных дорог, мы надеялись, что доберемся до места без приключений. Но поплутать и сделать крюк в несколько километров все же пришлось. Опытные рыболовы точно знают, какую пыльную тропу выбрать, чтобы попасть в строго определенное место на берегу. Ведь рыба клюет не везде одинаково. У каждого есть свои ориентиры. Это может быть одиноко стоящее дерево у дороги, кошара или бархан. На этот раз в нашей компании были специалисты по ловле сазана. Это они выбрали место и два дня руководили нами во время рыбалки. А нашей задачей было не только снимать природу на камеры, но и рыбачить вместе с Василием и Сергеем. Ну какой мужчина откажется взять в руки удочку, находясь на берегу? Прибыв на место, мы разделились. Одна группа занялась установкой и обустройством лагеря. Вторая отправилась ставить снасти. Рыбалка на прудовых хозяйствах в корне отличается от рыбалки на крупных реках или крупных водоемах. Допустим, таких как Балхаш и Копчегай. Преимущество прудовой рыбалки в том, что здесь можно активно использовать прикорм. Ты абсолютно точно знаешь, что твой прикорм не смоет большой волной, не смоет течением. И он будет работать эффективно. Место действительно живописное. Озеро расположилось в небольшом ущелье. На глади воды нашла свое пристанище стая атаек. Атайка или огарь – это еще одна загадка природы. Огори традиционно живут в степях, чаще всего на соленых озерах, особенно там, где имеются голые берега. Гнездятся в норах, вырытых не только безвредными сусликами, нейтральными барсуками, но и лисами. Причем специалисты говорят, что огари могут селиться рядом с живой и всегда голодной лисой. Иногда огари гнездятся в скалах, и тогда их соседями являются соколы, орлы и другие хищники. Огори не терпят конкуренции, поэтому на озере, где селятся атайки, вряд ли встретишь других уток. К июлю маленькие утята уже подросли и освоились на воде. Некоторые не прочь прогуляться и по суше, вдали от водоема. Но при виде такой опасности, как человек, тут же бросаются в паническое бегство, поближе к родителям. В заботе о потомстве участвуют оба родителя. Они очень ревностно оберегают утят и остаются с ними до тех пор, пока молодые огари не поднимаются на крыло. При появлении опасности утка отводит молодых в безопасные места, а селезень смело налетает на врага, подчас весьма опасного. Нередко наблюдали случаи нападения самцов огаря даже на орланов-белохвостов. Сослов рыбаков в этом озере в основном обитает карась и сазан. Вообще, сазан обитает в крупных реках и водоемах. Он предпочитает держаться на участках со спокойной и тихой водой. Встречается рыба в заливах со слабым течением и богатой растительностью. Хорошо приживается в озерах и прудах. Поздней осенью занимает глубокие ямы, где устраивается на зимовку. Из состояния оцепенения выходит только в период ледохода. Несмотря на то, что сазан часто выпрыгивает из воды, питается он исключительно у дна. К размножению сазаны могут приступать в 4-6-летнем возрасте. В средней полосе рыба не рестится в конце весны или начале лета, когда вода прогревается до 18-20 градусов. Для брачных игр сазаны выбирают прибрежные полосы водоемов, заросли мягкой водной растительности. Глубина нерестилищ не превышает 1 метра. Утром можно наблюдать, как в водорослях возле одной самки плывут 3-4 самца. Они периодически выпрыгивают из воды и с шумом падают на водную гладь. Крупные особи нерестятся 10-15 дней. А мелкие сазаны завершают икромет еще раньше. Весной, после зимней спячки и в начале лета, сазан питается в основном молодыми побегами асоки, кувшинок, камыша и другой растительности. Активно он поедает икру от нерестившихся рыб и лягушек. Летний рацион сазана смещается в сторону животных обитателей. В основном это насекомые, улитки и черви. Листья водных растений также остаются в летнем меню рыбы. А вот осенью сазан полностью переходит на животный корм, поедая беспозвоночных и водных насекомых. Не успев расставить все снасти, клюнул первый сазанчик. Небольшой. По традиции, первую пойманную рыбу отпускаем обратно в водоем. Тем более, ему нужно еще подрасти. Для ловли сазана на этом озере мы решили использовать два вида снастей. Донную и поплавочную. Снасти для каждого водоема подбираются индивидуально. Причем делать их приходится прямо на берегу. Знаете, на рыбалке случается всякое. Во-первых, ты находишься на отдыхе под открытым небом. В прошлый раз, на прошлой нашей рыбалке, случилось непредвиденное. Мы попали в очень сильный шторм. И шторм просто погубил все наши снасти. Пообрывало донные снасти. Поуносило леску, крючки. Потеряли несколько закидов. Вот. И сейчас, приехав к месту рыбалки, нам приходится восстанавливать все снасти. Навязывая крючки, мы обнаружили не совсем приятного соседа. Желтый скорпион прятался в тени камней. И не очень охотно позировал перед камерой. На планете живет более полутора тысяч видов скорпионов. Населяющий юг Казахстана, мелкий желтый скорпион не самый ядовитый из них. Однако его укус вызывает сильнейший болевой синдром. Поэтому, находясь в степных зонах Казахстана, нужно быть предельно внимательным. Пауки, скорпионы, фаланги обычно скрываются от наших глаз. И уж точно в их намерение не входит нападать на человека. Одним из самых опасных пауков Казахстана является самка каракурта. Или, как ее еще называют, черная вдова. Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. При слове «паук» у многих начинается истерика. А у некоторых боязнь этих представителей отряда членистоногих превратилась в настоящую фобию. Пауки заняли определенное место в мифологии разных народов мира. Как скрытного, опасного существа. Вероятно, из-за их привычки прятаться в темных местах и внезапно появляться. Рыбалка была в самом разгаре. Сегодня мы использовали собственноручно приготовленный прикорм. Это была дробленная кукуруза, мука. Сегодня рыба активно, очень активно клевала на червя. Не менее эффективно работала кукуруза. Ну и пробовали ловить на перловку. Но самое эффективное оказалось червь именно и кукуруза. Приготовленный прикорм из смеси дробленной кукурузы и перловки начал работать. Поплавок с завидной периодичностью уходил под воду. Отдонные снасти звенели сигнальными колокольчиками. Рыба клевала, но почему-то не крупная. Сазан и карась размером чуть больше ладони. С таким уловом работал принцип спортивного рыболовства. Поймал, отпустил. Азарт нешуточный. Рыбалка медленно переросла в состязание по количеству пойманной рыбы. Среди нас появился и еще один рыбак. Небольшая змея, проплывая возле берега, схватила пойманного карася и исчезла. Ближе к вечеру один из фидеров дал о себе знать. Уделище задергалось, затрещал фрикцион катушки. По звуку сразу можно определить, что на крючок села крупная рыба. Подсечка и полуторакилограммовый сазан оказался на берегу. Продовольственная программа выполнена. Ну вот только, что была хорошая поклевка. Клюнул вот такой вот сазанчик. Достаточно крупный, где-то полтора килограммчика. Ну, мы сейчас решили приготовить настоящее рыболовное блюдо. Хе. Этот свежепойманный сазанчик отправляется на кухню. Темнеет в этих местах ближе к 9 часам вечера. Поэтому устанавливаем палатки и готовим ужин. Вечерка оказалась ничуть не хуже утренней зорьки. Рыба неустанно клевала и вновь отправлялась в воду. В нашем случае фейс-контроль проходили особи не менее килограмма. Выходные пролетели незаметно и нам пора возвращаться домой. На обратном пути нам посчастливилось увидеть необычайно красивых и грациозных животных. Четыре джейрана паслись в метрах в шестистах от нас. В Казахстане джейран распространен довольно широко. В восточно-казахстанской области джейран встречается в западной, юго-западной и восточной части Зайсанской котловины. Далее область распространения идет на юго-запад и занимает всю Алакульскую низменность. Захватывает южное Прибалхашье, а с запада огибает Джунгарский Алатау и занимает всю Ильийскую долину. Нужно отметить, что джейран в этой части Казахстана сохранился в наибольшем количестве. И область его обитания не ограничивается типичными равненными участками пустыни и полупустыни. На юге Ильийской долины джейран также заходит далеко в горные районы. И в большом числе встречается в горных долинах. Например, в Сюгатинской, лежащей между хребтами Сюгаты и Турайгыр. И в более высокой Джаланашской долине, лежащей к югу от хребта Турайгыр. В северном Прибалхашье джейран встречается очень редко, но все же он там есть. Далее джейран встречается в южном Прибалхашье, в Бетпек-Дала, в Муинкумах, в Музбиле, на северо-восток от Аральского моря. Джейраны довольно обычны. Северная граница распространения джейрана в западном Казахстане проводится несколько севернее Устюрта. В юго-западной части Устюрта джейран уже является весьма обычным животным. В еще большем числе встречается в Кызылкумах. К югу от Каратау джейран имеется, но не повсеместно, и летом большую частью встречается по отрогам Каратау. Мы же, вдоволь налюбовавшись этими прекрасными созданиями, выдвинулись в обратный путь. Субтитры создавал DimaTorzok